Музыка Не знаю, с чего начать, но, наверное, я лидер транспортного служения. И, не знаю, в церкви я уже 17-й год, и 16 лет я в транспортном служении. Лидером, может, меньше, лет 12-13. Но, вы знаете, за всё это время Бог благословляет, помогает, защищает, оберегает. Всё было за эти года. Но самое главное, что Он всегда был со мной и всегда, всегда был рядом. Все проблемы Он решал, и даже вот в это тяжёлое время, когда Украина на меликах говорят, и то Он всё помогает, и благословляет и машины, и помощь в ремонте, во всём, везде и в жизни. И сейчас я благодарен Ему, и отдаю всю славу Ему, конечно, вся заслуга Ему и только Ему. И у нас в транспортном служении появилась нужна, нужны люди. Нужны люди со своим автомобилем, которые бы могли служить в нём. Ну, в основном это мы возим на служение людей, которым очень тяжело ходить, и сослужение. Больше сослужения отвозим. Так что, у кого Бог касается, сердец, подходите. После служения сразу я буду здесь, и подходите, поговорим. Спасибо, конечно, за тех. И ещё один. Сейчас мы начали служить в госпитале. Женщины готовят обеды, кушанье для ребят в госпитале. И нужны желающие братья, у кого есть машины, чтобы отвезти туда. Может быть, машину, может, своим ходом. Это на Печерск в госпиталь. Так что, кого тоже касается, кто согласен, подходите ко мне или к администратору. Скорее всего, к администратору церкви. Мы после служения будем здесь. Всё. Спасибо, церковь. Здравствуйте, церковь. Я хочу засвидетельствовать по поводу служения группы «Порядка». Это служение левитов, вы знаете. Это благословенное, действительно, служение. Потому что всё, что здесь вы видите, это всё выставлено усилиями группы «Порядка». Я, когда пришёл в церковь, мне что-то казалось, что это всё тут так и стоит. Я как-то не замечал, не обращал внимания. Потом, только когда я пришёл в группу «Порядка», я обратил внимание, что, оказывается, это носить надо. Надо как-то применять силу. И нужна сила эта. И я сейчас обращаюсь к братьям и сёстрам, у кого открыто сердце, служить в Доме Божьем. В своём доме мы служим, в своей квартире. Съёмная она или личная. Но также нужна помощь в Доме Божьем. И я вам скажу, я благодарю Бога за то, что Он определил меня в это служение. Потому что здесь вы обретёте новое сердце, если вы будете служить искренне. Потому что здесь мы учимся отдавать себя с любовью в этом служении. Мы… не нам служат, а мы служим. Мы вам служим, служителя все. И в этом мы меняемся. Мы учимся отдавать себя, жертвовать собою. Поэтому это благословенное тоже служение. Я не умоляю другие служения, но на ком есть благодать служить, отдавать себя, помогать, подходите, пообщаемся. Всё вам объясню, расскажу. Вот Саша сейчас сказал, слава Богу, да, нужны люди, которые будут помогать развозить продукты. Также, может быть, у кого нет транспорта, нужны… ну, я думаю, всё-таки это к братьям, наверное, потому что это какие-то покунки надо будет возить. Как курьеры просто взять там кулёчек с продуктами, отвезти туда, в одну больницу, вторую, если надо. Это просто для информации, чтобы вы поняли. Подходите, служите Богу. Вы знаете, Бог, Он ждёт от нас этого, чтобы мы не сидели, а что-то делали. Одно дело молиться, второе дело ещё что-то действовать, потому что вера без дел мертва. Теория и практика, они должны быть вместе идти, а не порознь. Поэтому я призываю братьев и сестёр к тому, чтобы служить. Больше, конечно, служению нужны братья. Опять-таки, я не умоляю сестёр, но если есть сердца открыты, подходите, сёстры. Но больше нужна мужская сила, потому что всё имеет вес, и нужно братьям носить. Сёстрам мы это не разрешаем даже поднимать. Также вы видите прекрасную декорацию. И мы уже призывали вас, и ещё призываем. Братья, после служения, у кого есть возможность, буквально 15 минут, 20 максимум, для того, чтобы помочь это всё собрать. Чем нас больше, тем быстрее. Поэтому, братья, благословляем. И также хочу засвидетельствовать о своей поездке в зону АТО. Ну, что я могу сказать. Бог там нужен, 100%. Потому что люди в таком состоянии, ну, как вам сказать, дух их угасает. Потому что дух военного угасает. И дело в том, что многие оставили свои семьи, родных, близких. Кто-то пока находится там, у него дома происходит беспорядок. Там жена запила, загуляла. Дети какие-то. И они в этом волнении. И никуда деться не могут. И вот даже вот это, знаете, души попечатлится. Пообщаться с ними, успокоить их. Достучаться до сердца, чтобы мир в сердце пришёл, чтобы они знали, на кого уповать. Потому что всё-всё-таки сводится в разговоре нашем, что теперь ничего не остаётся делать. Остаётся только молиться Богу. Другого уже пути нет. То есть все разговоры, которые мы ведём, они сходятся к одному пути. Как написано в Писании, Иисус сказал, «Я есть путь, истинная жизнь». Он единственный путь. И к Нему сходимся. Всё. И они говорят, да, всё-таки действительно, больше ни на кого уповать. Ни на правительство, ни на кого больше. Только на Господа. И слава Богу. Я благодарю тех сестёр, которые откликнулись помочь. Друзья мои, это действительно важная помощь, когда я просто разговаривал с людьми, которые ходят в госпитале. Вы знаете, там люди лежат. Кто-то без рук, кто-то без ног, кто-то изуродованный. И они очень открыты для общения. И знаете, как приятно, когда кто-то приходит к тебе и общается с тобой. Может, кто-то был в этих ситуациях, может, кто-то сидел, кто-то ещё где-то в больницах лежал. И очень приятно, когда к тебе кто-то пришёл и общается с тобой. Ты уже чувствуешь себя неодиноким. И они очень открыты для общения этого. И это им очень важно. Я вам скажу, я привёз туда детские рисунки с детского революционного центра, с приюта. Знаете, если бы я, наверное, привёз какой-то деликатес, вот так на тарелке сказал, вот вам, они бы не так это расхватывали, как эти рисунки. Они схватились, спасибо, спасибо, и давай друг другу передавать, смотреть, читать, как дети. Я смотрю, ну точно, как дети. И это их очень ободряет. Это действительно ободряет, потому что они понимают, что с одной стороны хотят угасить их дух, с другой стороны дети в них верят. И как-то в приюте тоже мы с детьми разговаривали. Они говорили, а что будет с нами? Я говорю, ну там стоят защитники, там стоят герои, они вас защитят. В сказках, в фильмах герои побеждают, защищают. Спите спокойно, всё будет хорошо. Герои вас защитят. И им это говоришь, и были такие даже слёзы пускали, потому что они понимают, что они здесь действительно не в пустую. Хотя кто-то, ну, просто относится к ним не очень хорошо. Я не хочу просто, ну, рассказывать многие вещи. Поэтому та помощь, которую вы здесь оказываете, слава Богу. Потому что это, может кто-то подумать, да, это ерунда, пусть кто-то занимается. Каждый, если приложится к этому, это будет просто супер. Знаете, вот, что сделает один человек и что сделает сто человек, это большая разница. Поэтому ободряю вас. Это всё близко, это не надо куда-то ехать далеко. Всё это здесь рядом. Подойдите, уделите время. Там не надо сутки сидеть. Подойдите 20 минут, 15, сколько можете уделить. Пообщайтесь с ними, помолитесь, благословите. Это будет просто то, что нужно им. Так что, ну, что могу сказать? Слава Богу за Бога. Спасибо вам всем за молитвы. Всё там действительно это чувствовалось. Потому что мы, когда приехали туда, нам сказали, первое, все очень сильно пьют. одному прапорщику глаз разбили, мы приехали у него, даже швы накладывали. Малолетних проституток водят, беспредел полный, на командование не обращают внимания. В общем, бардак устроили. Но мы приехали, вышел указ, я говорю, слава Богу, вышел указ о штрафах, больших штрафах, две с половиной тысячи за первую пьянку, за вторую пьянку наказание губ вахта. И они остепенились. Пили, но уже не так сильно. Уже было спокойно, не было ни драк, не было никаких этих самых эксцессов. Я говорю, Бог благ. Также мы молились за транспорт, и Бог услышал молитву. Сейчас туда, ну, благословили машины, скоро туда приедет машина, еще к капелланам, еще одна. Поэтому молитесь за правительство. За врагов внешних и внутренних. Благословляйте их, потому что в этом нужна поддержка наша церкви. Спасибо вам всем. Хочу еще засвидетельствовать одно. Кстати, я ехал с ребятами, капелланами, и вот у нас одна и та же история. Мы, когда подъезжали к Киеву, вдруг вспоминаем, слушайте, мы же на работе не были. У меня работы не было до того, как я ехал. Не сейчас у меня еще нет работы. Но они говорят, слушай, ну мы вот с такой уверенностью это все делаем, знаем, что Бог благословит. Вот как-то не было даже мыслей такой. А, куда же там, как там? И я вам скажу, когда меня здесь благословляли, честно скажу, я ничего не это самое, не подумайте, что-то намекаю там или жалуюсь. Но у меня при себе было 12 или 13 гривен, когда меня здесь благословляли. Я просто по вере шел, зная, что мне хватит доехать до церкви этой скини, там нас погрузят, повезут, все. Дальше пусть Божье, я делаю Божье, Бог сделает свое. Но так получилось, что Бог же видит все. Меня благословили тысячу гривен. Ну, в общей сумме то, что меня благословляли братья и сестры, спасибо вам большое, потому что эти финансы, они сыграли тоже огромную роль, помогли. И я еще раз увидел, что Бог действительно печется о своих детях. Он не оставляет их. Ты можешь даже не думать об этом. Он за тебя думает, Он за тебя делает. Он обеспечитель, Он твой отец. Поэтому служите Господу. Не за финансы, но знайте, что то, что вы делаете, ваша жертва, Бог все решит за вас. Не надо, чтобы голова болела. Как оно будет? Как оно будет или так? Не думайте об этом. Знаете, Бог за вас в этом плане подумает. Делайте Божье дело. И Бог вас обязательно благословит. Я отдаю всю честь Ему. Я тут, моего тут, можно сказать, ничего нет. Все от Него. Потому что если бы не Его, то ничего бы этого и не было. Так что я благодарю Его. И всех слава только Ему. Аминь. Здравствуйте, возлюбленный Господом. Я сейчас представлю уже. Да, 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 конечно. Включите меня, пожалуйста. Слава Богу. Добрый вечер. Пастор, когда уезжал, тоже у него было желание на сердце. Я думаю, что Бог ему вложил, что есть у нас, называется, репцентр, группы для родственников. Это мамы, папы, чьи дети в какой-либо зависимости. Может, как бы нас где-то пугать. Я знаю, что проблемы это у многих есть. И это пугает. Думаю, реабилитация, или репцентр, говорят, для родственников. И думаю, да, ну мне это не надо. В лучшем случае мы думаем, что это надо моему сыну. Ну и в этом как бы правда. но мы зачастую остаемся один на один с этой проблемой. Все равно есть группы поддержки, есть молитва. Я не говорю, что это надо всем. Хотя само слово реабилитация это восстановление вообще. Поэтому изначально, не помню уже с каких это, с 2000 года, наверное, как репцентр у нас, также у нас есть группы и для родственников. Поэтому если у вас есть эта проблема, я уже так в двух словах, есть еще такой момент. Может есть, вы знаете, неверующие, знакомые, родственники, которые не ходят в церковь. И может они ну как бы и побоятся прийти в церковь вначале. Знаете, а, церковь там, секта, еще что-то. Может, я знаю, что в те годы, даже в 2000-е, что многие каялись именно даже приходили на репценты для родственников и потом приходили в церковь. Поэтому приглашайте. Если есть проблема, тем более, скажите, приходите, пообщаемся, помолимся вместе с вами за ваших родных, за ваших близких. Может, какой-то совет вам нужен. В любых случаях вместе легче с этой проблемой. Поэтому мы сейчас по пару минут, может, засвидетельствуем, да, ну, вы за себя пригласите. Поэтому, если есть знакомые, может, вам тоже вы в какой-то проблеме этой ситуации, также приходите, это там раз в неделю. Мы собираемся, вместе молимся, будет поддержка для вас вместе. Аминь. Добрый вечер, возлюбленный Господом, слава Богу. Ну что, мы представляем служение для реабилитации для родственников, потому что Алексей, директор РИБ-центра, в общем, и алка, и нарка, и там же и родственников. Это как бы все в полноте. Поэтому это очень важно, очень важно. Ну, я начну немножко, хочу поблагодарить Бога, что 15 лет назад, 9 апреля, он меня призвал, я покаялась в церкви силоверы, вы знаете, и он меня ввел, я просто вцепилась в Бога. Ввел, была подготовка, были разные учебы, было все, 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 все. И когда я пришла, у нас не было, только был РИБ-центр для ребят. Алеша взял, Бог этот его побудил, и он взял на себя эту ответственность, стал, открыл при этом РИБ-центре служение для реабилитации для родственников. Это наш первый лидер, Алексей. Поэтому, но Бог его, конечно, не оставил там, где-то 3-4 года он был нашим лидером этого служения, поднял служителей Бог через него, и поэтому Бог его поднял, он стал директор РИБ-центра, я уже как лидер этого служения, мои сестрички, служители, и тут у нас еще много есть служителей, потому что мы не можем это все, и хотим за это все поблагодарить Бога. Вы знаете, когда есть такая проблема, очень трудно самому все это пройти, потому что прочитать эту программу, прочитать книжку, прочитать все это, прочитал и забыл, ничего не поможет. Ее, эту программу, надо, или вот это все проходить вместе, вместе, вот сестрички потом засвидетельствуют, как у них это все получилось, вместе, потому что через это служение Бог дает силы, Он изменяет, Он дает смотреть со всеми другими глазами, все по-другому, Он убирает это чувство вины, это усозависимость, этот контроль, которые бегали, ходили, вы знаете, это очень важно. Это служение, оно помазано самим Богом, это не мы, не мы вот захотели и все, Бог дает силу стоять, Бог дает благодать на это все, поэтому вы знаете, вот Алексей уже приглашал, поэтому, если у вас, может, в церкви, вот сидите, руки опустились, и знаете, вот некому обратиться, приходите, мы там молимся, потому что без молитвы ничего не будет. Мы как Гарбар Ира, она, откровение получилось, что родители, они должны молиться, потому что, если мы не молимся, мы ответим перед Богом за наших детей, за наших мужей, потому что это нельзя пренебрегать этим, то, что Бог, кто-то сказал правильно, что у нас в церкви есть разные служения, разные, и у каждого служения есть свое назначение, и поэтому, если есть проблема в этом, пожалуйста, приходите, будем проходить это все вместе. Мы собираемся на Берете 18, по вторникам, если нужна информация, подходите ко мне. Да, нужен совет, или мы будем все вместе проходить, вместе будем молиться. Вот. Ну вот, как бы, такое вот, самое главное. И что я хочу еще провозгласить, слово Божие, которое Бог дал нам на это, на это служение для наших мамочек, для наших родителей, жен. Исайя 49, 25. Да, так говорит Господь, и пленные с сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Это Бог обещает. И мы стоим на этом слове, мы молимся, мы, наша часть, оставить, отделиться от своих зависимых родственников, и наша часть, прилипляться к Богу, наша часть поднимать веру, наша часть молиться за них, потому что на нашей вере держатся наши родные и близкие. Мы должны понимать эту ответственность. Поэтому я всех призываю, у кого есть эта проблема, пожалуйста, приходите, не стесняйтесь, потому что за все нужно платить цену. Вы знаете, раз в неделю, два часа, это небольшая цена. Как Павел говорил, вы еще не до крови сражались, поэтому будем сражаться до конца, и дьяволу не отдадим наших родственников, наших родных и близких, потому что кто-то сказал, что они, зависимых, дьявол проглотил, и одно ухо торчит, и вот мы за ухо будем через молитву Богу взывать и вытягивать с этого плена, с этого рабства. Можно было много сказать, но я уже не могу и так много сказать. Спасибо вам за внимание. Приходите. Сестричка. Аллилуйя. Я приношу эту благодарение. Я тоже служу в этом служении уже где-то больше десяти лет. В 2002 году я служила в молитвенном в это время, когда пришла проблема, беда в мою семью, трагедия, можно сказать. Дочь в 16 лет стала зависима от наркотиков. девочка была отличницей в школе. В 11 класс записали ее на медаль, а тут она вообще бросает школу. В общем, дома такое творилось, невозможно передать. И слава Богу, что в это время как раз Алеша открыл этот репцент для родственников. Да, слава Господу Богу, что мне не пришлось ехать, ездить тогда на Королева ездили. Я просто охватилась за эту программу, поверила в каждое слово этой программы и многие вещи. Именно благодаря этой программе я поступала так, как меня учили, как я училась. И, конечно, за 4 года дьявол унес из дому все, что можно только было вынести. Благодарю Господа за то, что он все вернул еще в избытке на сегодняшний день и что мой ребенок в свободе уже в 8-й год. Она свидетельствовала недавно о том, что закончила с красным дипломом мой институт. В общем, она служит, работает, любит Бога. И я так благодарна Господу за то, что он услышал молитву матери, эти слезы, этот крик души. И однажды по великой милости своей освободил моего ребенка раз и навсегда. И она не проходила реабилитацию на стационаре. Просто амбулаторно вот один прекрасный день Бог прикоснулся, освободил полностью и пила, и курила, и наркотики, и воровство, и все было. Но слава Господу Богу за все. Я приношу ему благодарение и вообще это чудо. Он сотворил мои жизни. Спасибо ему. Слава и хвала во веки веку. Аминь. В общем-то нам сказали, что мы сегодня должны встать и поддать славу Господу, поблагодарить за то, что он сделал в нашей жизни. Знаете, когда является какая-то вот такая, вот ты чувствуешь, что вот это Бог. На домашней группе это так легко сказать, это прибегаешь и свидетельствуешь. Сегодня было то, там вот так случилось, а встать вот перед всей церковью. Вообще-то это немножко как-то так. Вот я сегодня первый раз свидетельствую и хочу сказать, что я пришла в эту церковь через репцентр. То есть сначала я пришла в репцентр, покаялась там, а уже потом, потихоря от мужа, там со всеми тайными такими делами стала бегать в церковь, а потом уже пришла сюда. Понимаете, у Бога для каждого все равно свой путь. Но я благодарю Бога за то, что у меня есть молитвенница, которая молилась обо мне, и я по ее молитвам. Вся моя семья была под охраной и защитой. И я благодарю Бога, за что он нашел меня и привел. Вы знаете, когда я пришла в репцентр, мне казалось, что я пришла не ради себя, я пришла ради решить проблему. Проблема там с сыном, проблема с мужем, но не со мной. Ну у меня все нормально, я почти, ну не святая, но рядом, понимаете. Вот у меня все так, ну это не мне надо меняться, это мне надо, чтобы у меня изменили вот там-то, то-то, то-то. Но я благодарю Господа за то, что он привел меня именно в репцентр. Потому что эта программа, которая разработана, она, понимаете, она учит нас сначала и до конца, она учит сначала признавать то, что мы, мы уже все наделали так, что прибежали за помощью. То есть мы ничего не можем без Бога. И она нас сначала примеряет с Богом, с самим собой, с людьми. И потом научает нас уже не просто, вот как Галочка говорила, ребенок учится. Сначала ему нужно только дай-дай, он просит, а потом он начинает, и он, он уже начинает благодарить и отдавать. И вот эта программа, она, в общем-то, изменила всю мою жизнь. Она сначала изменила меня. Потому что, когда я пришла, я многого не понимала. Мама пыталась меня всегда, она очень давно в церкви, еще когда эта церковь была в кинотеатре Ленинград, она пыталась тащить меня туда, что-то рассказывать. Но тогда она настолько далека была от Бога, что не только и в православную это не хотела, не говоря уже там каким-то там неграм, которые там непонятно что там поют, танцуют Божие. Но это же вообще был какой-то сбой. У меня было очень сильное такое неприятие. Но прошло время, пришли обстоятельства, и я пришла к Богу. Ну, я хочу сказать, что, понимаете, когда я пришла к Богу, я тоже не сразу все восприняла. Поэтому, если даже кто-то, вот сейчас я обращаюсь к тем и свидетельствую, если кто-то приходит в начале, и что-то ему кажется не так, неправильным, или он хотел бы это изменить, не осуждайте. Просто попытайтесь это, ну, если даже не понимаете, просто не осуждать, а посидеть и послушать, и понять. Бог обязательно коснется. У меня изменилось все. Я поняла, что мне надо менять ни сына, ни мужа. Оказывается, я не святая, а у меня столько грехов. И я совершенно неправильно отношусь ни к своим родным и близким, ни к окружающим людям. И я вообще, оказывается, не умею любить. И я не умею прощать. И многого я вообще не умею. И через эту программу я благодарю Бога за то, что Он изменил меня. Он научил меня смотреть на многие вещи по-другому. И я не говорю, что у меня нет в жизни проблемы, что ли они решились. Я не могу еще сказать, Господь, я благодарю Тебя за то, что, как вот Таня сказала, вот моя дочь или вот мой сын, мои дети. Но я верю, что я буду матерью, которая будет стоять и говорит, Господь, вот я и дети мои, которых Ты дал мне, и я буду говорить, я и дом мой, мы служим Господу. Но я сейчас знаю, что, понимаете, какая бы ни была проблема в жизни, когда рядом с Тобой Бог, ты все можешь. И проблемы будут. Это не то, что мы вот приходим, и они быстренько исчезают. Нет. Но Господь научает нас правильно относиться к этим проблемам. Он начает нас бороться. Он начинает нас, научает нас любить, верить, доверять Ему во всем. И я благодарна Господу за все те изменения. И я говорю вам, мы проходим шаги с первого по десятый. Мы проходим их из года в год. Мы вроде бы теоретически знаем все. Но самое главное, понимаете, научиться еще проживать эти шаги в своей жизни. Понимаете, не просто знать теоретически, потому что бывает такое, ты все знаешь, ты такая умная, но когда в твоей семье что-то снова случается, дьявол тебе такую подляночку подкидывает, ты теряешься, и ты забываешь все то, что тебя учили. Ты шагаешь, 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 а потом с десятого там ступеньки опять падаешь, опять в интересное положение, как говорится, лицом вниз, и понимаешь, что это все не так просто. Но слава Богу, я благодарю Господа за все. Благодарю за то, что он за эти годы, когда я с ним, вот я пришла, покаялась на репцентре, вы знаете как, пришла, и в общем-то у меня есть крестный, который меня направил. Он сказал, за тебя молятся, твоя семья под покровом, но пока ты не встанешь сама, ничего не будет. И вы знаете, мама молилась, молилась, а Сережа меня так раз, и я с ним поговорила, а через день он мне говорит, вот там есть репцентр, иди и вперед. И я пошла, и я поняла, что Бог меня направил в нужное место. И я благодарю за то, что он меня увидел, за то, что он меня мыло очистил, поставил. И вот уже через некоторое время, через несколько лет, он доверил мне это служение. Я благодарю Господа за то, что я сейчас стою, знаете, с миром в сердце. Я понимаю, что может быть разное, и за эти годы были разные обстоятельства, но Бог дает силу и любовь преодолеть все. Я благодарю Господа за то, что мир в моем сердце, за то, что уверенность в том, что я при любых обстоятельствах не одна, а с Богом. И я благодарю за то, что вот за эти годы я увидела, узнала, приобрела столько, очень много хороших людей. Спасибо Господу за все. Аминь. Еще раз здравствуйте, дорогая церковь. Я хочу засвидетельствовать, что Бог меня привел тоже в Центре реабилитации 12 лет назад. Сначала я пришла в церковь, а потом, через месяц, Бог сам повел туда, на это служение. И слава Богу, потому что только благодаря Богу, только благодаря поддержке моих братьев и сестер, я смогла пройти тот путь, который мне пришлось пройти. Те трудности, те ужасы семейной жизни. У меня был муж зависимый, у меня был ребенок 3 года тогда, когда я пришла в церковь. И я везде брала с собой ребенка, потому что дома невозможно его просто оставить было. И везде за собой водила, на домашнюю группу, на репцент старалась не пропускать ни одного служения. И Бог ввел, Бог изменял, Бог преобразовывал семью. Было очень трудно. Мы просто убегали из дома, нас избивали, мы ели на ходу. Просто даже и спать нормально мы не могли бы. Приходила домой, падала на пол, ни рук, ни ног не чувствуя просто. Но силы давал Бог дальше идти просто. Это все благодаря Него, потому что эти трудности, они не убивали, эти трудности созидали, эти трудности просто взращивали, давали силу, давали, чтобы в будущем я стала ответом для других людей просто. И помощью, и поддержкой, и подкреплением. Спасибо Богу за все, что Он дал пройти. Было то, что муж не работал месяцами, годами. Но слава Богу, Бог сказал, перестань требовать, чтобы он шел на работу. И я послушалась, и Бог начал восполнять нам взбитком. Я благодарю Бога за все, что Он нас так провел этим путем. И слава Богу, пять с лишним лет назад муж перестал пить, Бог коснулся его сердца. И то, что не было в большом минусе, стало плюсом нашей семье. То, что у нас никогда не приобреталось, то Бог дал за год просто. Все приобрели, и слава Богу. Муж стал прекрасным, заботливым отцом. Муж стал приходить в церковь. И за все я благодарю Бога, что Он просто дал выстоять. Потому что, за что мне хотелось свидетельствовать, это те трудности, которые Бог просто подкреплял, которые вел. И слава Богу, что мои сестры молились, рядом стояли, поддерживали руки. Спасибо Богу за эту программу, которую Он дал. У меня был очень тяжелый характер. И слава Богу, что Бог так смирял меня. И через эту программу просто преобразовал и продолжает преобразовывать уже на моем духовном уровне. Спасибо Ему за все, за то, что научил, прежде всего, изменяться самой, а не требовать изменения других людей. Спасибо Богу за все. Я благодарю Его. Аминь. Аминь. Добрий вечер, за все благодарю Бога, потому что Бог меня ведет, Бог меня поддерживает, Бог меня укрепляет и дает силы, потому что я сама не могу выстоять. И не могла бы, и не жила бы уже. Но я вам хочу сказать, не сдавайтесь никогда, молиться и стойте дерьзновенно. Чего не понимаете, как сказал брат все равно, или сестра все равно идите в церкву до Бога, потому что Бог только решит проблемы. Мы сами не можем решить. И я хочу вам сказать, який мне приснився сон. Приснився сон, что я пришла в лекарню и принесла ежу своему сыну. И прямо жена ридала при входе, вот так положила руки на стол и очень плакала. И говорит, за вашим сыном дивляться, беспокоиться, а за моим – нет. И когда я рано проснулася, говорю, Господеньку, как это понять? И Дух Святий мне даёт понимание, что молитвы твои спасают сына. А за этого сына вона не верующая, не молится. И вы знаете, вскоре такие обстоятельства, что мы пошли в военный санаторий, то есть в госпиталь пішли мы. И мы очень перед госпиталью молились, чтобы нам там не плакать, потому что вы держите, вы сами знаете, когда раненее невозможно. И когда мы пришли, я действительно поняла, почему этот сон мне таки приснился. Там был пареньок 24 года, и голова простреляна, и плече, и бедро, и рука. И вы знаете, он всё равно говорил, что я поправлюсь, я пойду всё равно буду воювать. И они так принимали Слово Божие. Принимали, покаялися. В общем, вы знаете, мы матери, батьки, чужих детей не бывает. Молиться за этих раненых, молиться за пленных, молиться за всех. Это наши дети. Это наши дети, и это наша Украина. И я ещё хочу сказать вам, яку Бог явил просто чудо своё вчора. Когда я поехала на дачу, ну, я стала варить обид, может, кто, много кто жив у села, и знает, что такое плита с камфорками. И что такое чугунчик, или баняк, как там называют. И вы знаете, я опустила, чтобы швидше закипело. Но когда уже сильно кипело, я думаю, подниму и поставлю камфорку. Ну, когда я подняла, вроде бы я эту камфорку поставила, да, и поставила цей чугунчик, и вдруг он, ну, я руку ещё не встигла оцю ліву взяти, не встигла убрати, как цей чугунчик перекинувся, прямо цей третий час кипятка мне на руку. И я сразу, я раненый Иисуса Христа истеринаю руку в бочку с водой. И вы знаете, я вам хочу показать руку, ничего абсолютно не мое, ну, кипяток, бурлило, кипело, виглялось мне на руки. Вы знаете, який Бог чудный наш и вирный, и он чудотворец, он никогда не оставляет своих детей. И вся ему слава, честь и хвала нашему великому Господу, Спасителю Иисусу и Духу Святому. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Здравствуйте, церковь. Во-первых, хочу поблагодарить Бога, что я могу стоять на этом месте, вот, за то, что Он пришел в мою жизнь, изменил, за то, что Он меня взрастил в этом доме, за то, что Он доверяет, вот, стоять и служить. Хочу, конечно, поблагодарить за тех людей, которые находятся рядом. Это за моего лидера домашней группы, и Савинок Галину, за лидера служения Головченко Любу. Хочу поблагодарить за наше служение, за каждого учителя и наставника. Это действительно команда, которые всегда поддерживаем друг друга. Спасибо большое. Хочу еще поблагодарить Бортновскую Ирину, потому что наше служение часто нуждается в чем-либо. И спасибо, конечно, Богу за нее, что она никогда не отказывает. Вот. И особенно, и, конечно, благодарю Бога за все, что Он сделал в моей жизни. Потому что, вы знаете, я уверена, каждый, кто здесь стоит, и мы слышим, как благодарят Бога за все, за то, что Он сделал, за то, что Он исцелил, за то, что Он… Потому что это самые ценные и важные слова. Мне кажется, чтобы каждый, кто бы здесь стоял, начал бы с этих слов. Потому что мы даже не представляем себе, что бы с нами было бы без Бога. Вот. Как Бог хранит и ведет, и дает силы за Ним идти. Но особенным образом, конечно, хочу поблагодарить. Передо мной сестра свидетельствовала об ожоге. Вот. Она, конечно, может показать руку, но я не могу показать свою грудную клетку. Вот. Когда я тоже на себя прокинула кипяток. И, конечно, в этот момент было зрелище, потому что не то, что, а просто все бордовое было, было, горело, и такая боль неимоверная была. То, что первое, конечно, я схватилась за масло подсолнечное, благословила его, как елей, помазала. И хочу, конечно, поблагодарить за группу исцеления, за веру Николая, ну, потому что это человек, конечно, действительно от Бога. Вот. Я всегда могу позвонить, и я поняла, что это, наверное, будет сплошной пухерь. Звоню, говорю, Вера Николаевна, просто нуждаюсь в молитве. И когда она молилась, я хочу даже сказать, как ей были сказаны слова, конечно, именем Иисуса Христа, чтобы эта кожа очистилась. Я просто смотрю, и физически, вы знаете, веры, если честно, хватает, в этот момент не было до конца, потому что должно было что-то такое произойти, и это действительно произошло чудо. Просто в этот момент у меня боль вот сразу ушла, как анестезия, вот просто легкое пощипывание. Я легла спать, я проснулась, и я когда посмотрела, у меня абсолютно была чистая кожа, просто буквально каких-то там пятнышек, пару, как царапинок. И по сегодняшний день полностью все чисто. я благодарю Бога и Ему за все воздаю всю славу. Добрый вечер. Хочу сказать спасибо Богу за повышение на работе, потому что в такие нелегкие времена кризис не обошел и наш канал, и у нас начались сокращения еще в сентябре месяце. И меня тоже сказали, мы тебя сокращаем. Я сначала расстроилась, потом Бог дал мир в сердце, я сказала, Господь, все отдаю в Твои руки. И потом генеральный директор просто забыл, что он должен был меня уволить. И я потом несколько месяцев работала, работала, и вот уже в конце февраля у нас опять кадровая революция началась на канале, и меня опять вместо того, чтобы уволить, сделали начальником отдела. Вот. Да. Поэтому спасибо Господу за все, и такое откровение пришло, что какое бы время ни было, тяжелое, сложное, легкое, у Бога для нас всегда есть все. Поэтому спасибо, что Господь не оставляет, обеспечает. Вот. Спасибо. Здравствуйте, дорогая церковь. Я хочу поблагодарить Господа за мое духовное рождение, которое Господь дал мне 17 лет тому назад, за то, что я с Господом, за то, что Господь все это время хранит меня, оберегает, защищает, ведет, направляет Духом своим святым. И вы знаете, в четверг мне сделали операцию, слава Господу, за то, что я туда шла. Вы знаете, у меня в сердце был совершенный мир и покой, совершенный, даже чересчур может быть, потому что врачи, когда анестезиолог пришел, говорит, вы такая спокойная, говорит, я хочу померить ваше давление, пульс, ну очень спокойная, говорит, вы знаете, я с Господом, я в Божьих руках, и вы также, перед молитвой, вы знаете, я благословила врачей, руки врачей, я говорю, Господь будет делать операцию через вас. И благодарю Господа за поддержку, за молитву, за молитвенное служение, за домашнюю группу, за тех, кто поддерживал, стоял, поддерживал руки, спасибо, кто подвязался в молитве, спасибо за тех, кто был со мной рядом, не оставил, и я благодарна Господу за то, что Господь всегда рядом, потому что Он дал мне слово, что, как Давид говорил, ибо видел всегда пред Собою Господа, ибо Он одесну и меня, и я не поколеблюсь. И слава Господу, я приношу уже эту благодарение Богу за полное исцеление моего Папы. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ